Так, все, по идее, начал. Сейчас, одну секунду, только я подкрываю все лишнее. Так, ну я начну небольшое вступление, представление нашего первого гостя в нашей рубрике. В принципе, мы с Владом уже более-менее, так сказать, в интернете виртуально знакомы уже продолжительное время. Познакомились, я помню, как-то тоже случайно, был похожий стиль торговли. Вот, и как-то, я помню, списались, добавились тоже комьюнити, у меня Влад добавил, и потихоньку, сказать, шли в одном пути. Вот, но тот момент с этими нашими ситуациями, со светом, то есть это уже, я думаю, будет отдельная тема для разговора, я думаю, и сегодня же. Вот, и, в принципе, сейчас можем сегодня рассмотрим три наиболее важных аспектов торговли. Это у нас стиль торговли, то есть ожидания сетапа и непосредственно сложные периоды. Я думаю, они у каждого возникают. Это могут быть, не знаю, психологические какие-то, личностные. Вот, поэтому давай тогда, Влад, можешь тоже вкратце о себе рассказать. Может быть, небольшой путь, историю вообще о своем трейдинге, торговле. В общем, когда пришел в это, можешь вкратце так хотя бы начать и дальше тогда продолжим. Да, всем привет. Как вы уже узнали, меня зовут Влад. Знаете меня по нику Боброву. Своё знакомство с трейдингом я начал по пути в офис, скажем так, ехал и просто в интернете начал гуглить способы для заработка, потому что, скажем так, наверное, как и любой другой парень, человек, скажем так, который пришел в эту сферу, он искал какие-то возможности либо подработать, либо поменять свою профессию и так далее. Вот. И нашел я, в принципе, как, наверное, и многие встречают, бинарные опционы. Конечно же, сразу подумал, что это золотая жила. Вот. Очень сильно мою уверенность в этом направлении также подкрепил мой друг, с которым мы вместе работали. Скажем так, я в тот же день пришел в офис. Это был 18-й год. Я посмотрел на чарты, на статьи, которые я читаю, и сказал, вау, это что, бинарные опционы? Я тоже, скажем так, это учил, давайте бы вместе. Вот. И так мы вместе с ним загорелись и начали изучать все это направление. Несколько месяцев мы в это все верили. Я скажу, даже были моменты, когда мы где-то с ним сидели в кафешке и так далее, разбирали это все к нам. И подходили тоже молодые ребята и говорили, это откровенно, типа, развод, что вы делаете. Мы, в свою очередь, были довольно-таки упертые, как и, в принципе, наверное, все начинающие парни максимально, скажем так, настроены получить максимальный результат. Не верили, не слышали ничего. Потом все-таки начало все скрываться, что это все развод. Вот, скажу в свое оправдание, что, когда я это изучал, то я изучал это какого-то там бородатенького дяденьки, который очень уверенно навалил за эти бинарные опционы. То, в каком формате это сейчас происходит, это просто даже смешно. Ну, там, зайдя в какой-то тикток, эфир и так далее, ну, боже, этих людей даже противно слушать. Они просто два слова связать не могут. И все равно очень многие ребята в это все верят. Вот, так что тогда, в то время, был более-менее взрослый человек, который нормально разваривает, поэтому провелся. Вот, дальше, слава богу, я это все откинул и постепенно начал изучать фондовый рынок. Тут сразу скажу наперед, осуждаю, потому что это были фьючерсы на московской бирже, бирже ММВБ. Да, пацаны, осуждаю полностью. Просто причина была в том, это был 19-й год, уже начинался, да. Причина была в том, что были очень низкие комиссии там в сравнении с американским рынком. Вот, что такое Форекс на тот момент, я не знал. И, наверное, если и знал, то думал, что это какой-то развод, потому что очень много историй слышал со всеми этими конторами. Вот, начал торговать там, начал учить систему ВСА плюс Вайков. Идея основная заключалась в том, что там Volume Spread Analysis, то есть соотносился объем. Я тебя перебью под какой-то интересный просто вопрос по ВСА, это случайно не CryptoMentors были, знаешь, таких нет? Нет, это был другой, такой мужичок взрослый, более к дедам, скажем так. Понял, понял. CryptoMentors, не знаю даже. Вот, параллельно это был также Герчик, который дал мне понимание того, что без риск-менеджмента в целом ничего стабильно не получится делать. Вот, ну там тоже много чего можно рассказать, но если вкратце, в общем, это было ВСА. Там, где очень сильно, скажем так, развивалась причина-следственная связь, то есть тебе надо было в ходе чтения цены постоянно отвечать на множество вопросов, почему цена пошла так, если она пошла так, то что из этого следует, если она не пошла так, то что из этого следует. Вот, эта система вполне такие рабочие, и у меня довольно-таки хорошие результаты на ней получались. Единственный минус, который мне не нравился, это то, что объективно очень нужно много думать для того, чтобы открыть какую-либо позицию. То есть нужно прям было очень сильно помозговать, скажем так. Вот, и дальше это был период с 19-го, даже вплоть до, по-моему, 21-го года или 20-го середины. Вот, и дальше начал смотреть, что такое смарт-мани. На тот период, когда я начал изучать смарт-мани, мне было довольно-таки легко, потому что очень много тем я уже знал из ВСА и Вайкова. То есть что такое снятие ликвидности, что такое накопление стопов, как работают аккумуляции, что такое, не знаю, базово разные сигналы ВСА, а джок, стоп-ин-экшен, там аптрасты, спринги и так далее. Вот, все это, в принципе, я уже знал. Смарт-мани подцепил тем, что как минимум ты можешь четко определить точку входа. У тебя есть системный алгоритм, который позволяет вот этот весь хаос превобразить в какую-то плюс-минус понятную для себя картинку. Вот, и, в принципе, так как основной опыт я получил, торгуя на ВСА и Вайкове, по этой же причине, думаю, возможно, сегодня поговорим, что я приверженец того, что, в принципе, на любой, любая стратегия может работать. И те, кто думают, что, найдя инструмент смарт-мани, они открыли некий грааль, то далеко ошибаются. Все, в принципе, строится на менеджменте твоего аккаунта, как ты управляешь рисками, как ты, скажем так, анализируешь тот или иной актив. Вот, поэтому у меня был некий бэкграунд, и перейти на, скажем так, новые инструменты было довольно-таки легко. Вот, скажу еще во время своего пути, наверное, с 19-го по даже по 22-й год, я чуть ли не каждый день искал проб-фирмы, вот, на тот период, не знаю, ну, возможно, я неправильно искал, возможно, их действительно не было. Я сначала писал финансирование в трейдинге и так далее, а потом узнал, как это называется, это проб, вот, и постоянно писал проб-фирмы, ну, и там, проб-фирмы Киев, проб-фирмы Украины, проб-фирмы там, как, скажем так, работать в проб-фирмах за границей и тому подобное. А таких фирм, пирамид вот этих, как ФТМО, МФФ и так далее, на тот момент еще не было. Ну, они банально мне не попадались просто. Вот, и приходилось сначала зарабатывать деньги на основной работе, чтобы была возможность на них торговать. Я несколько проб-фирм находил в Киеве, но это было, скажем так, ужасные конторы, в которые ты приходишь, тебе говорят, покупай у нас обучение, и если ты пройдешь экзамен, тогда мы тебя возьмем, это банальный развод. Вот, на тот момент, не знаю, как сейчас, у нас вообще не было это развод. Ну, в плане офлайн. Вот, когда появились профирмы, это прям, это очень круто, и честно, завидую тем людям, которые начали свой путь, и они сразу знают, что это такое, потому что банально вам просто нужно научиться торговать, и вам не нужно думать о том, откуда взять основной депозит, на который вы будете торговать. Это очень сильно облегчает работу. Вот, так что касательно челленджа вот этого всего, я думаю, есть смысл поговорить и перевести примеры, когда конкретные какие-то вопросы будут. Вот, так что такой путь. Ну, да, и получил финансирование в 22-м году, на которое торгую, и в принципе все. Торгую как и на своем аккаунте, так и на проповском аккаунте. Ну, я думаю, будет сразу ключевой вопрос такой сходу, с какого раза получилось, какие, возможно, проблемы были, тоже такие поверхностные, может, сначала, главные. Первый раз, я узнал, наверное, про проп, это был 21-й год, декабрь, то есть, ну, почти 22-й год, ну, или за несколько месяцев, этого точно не помню. Но помню только то, что я про него узнал, и там буквально в течение месяца сразу начал это делать. Вот. Я посмотрел на это все. Скажу, вот, получилось с третьего раза. Были очень банальные ошибки, за которые даже стыдно признаваться. Вот. Нужно было сделать, я брал МФФ, а, или, по-моему, первый автомо, да. Да, по-моему, автомо первое. Вот. Нужно было сделать 10%. Я недооценил, скажем так, эти условия, и подумал, ну, я смогу это сделать за пару трейдов. Думаю, многие допускали такие ошибки. Из-за чего я очень много сессий пропускал. Тогда у меня еще был такой момент, скажем так, депрессивный в жизни, не касающийся работы, просто в целом. И очень много моментов я пропускал. Просто, скажем так, ну, половину месяца точно я просто не торговал. И всегда откладывал на потом. Думал, ну, сколько мне там надо, 2-3 дня. Вот это все. Потому что я недооценил по той простой причине, что торгуя на собственном счету, это совсем, скажем так, разные вещи. Торгуя на собственном счету, ты даже можешь, скажем так, банально опуститься на 20% и подняться на 40% по той причине, что ты можешь больше рисковать. Ну, больше не в плане, что там все или ничего, а в плане ты не загоняешься в какие-то определенные рамки. То есть какой бы дропдаун ни был, ты знаешь, что постепенно, спокойно ты с него можешь выйти. Может быть, даже этого дропдауна не будет. Ты просто-напросто сам по себе уверен, что ты это можешь легко сделать. Вот. Просто банально пропускал очень много дней. И там осталось... А, я еще на тот момент думал, что у меня осталось пару дней. Банально смотрю, у меня остался один день. Это был пятница. Это, по-моему, даже было пятница, 31 число. 31 декабря. Я такой, ну, сейчас попробуем залутать. В общем, дошел до 100 долларов, чтобы пройти первый этап. И, ну, короче, все слилось до конца. Там буквально 100 долларов не хватило. Я с этого очень сильно сгорел и начал класс. Вот. Второй челлендж я взял... Сейчас скажу, когда. Где-то 20 февраля. Соответственно, начал его проходить. Дальше вы знаете сами события. Я попросил, чтобы мне дали ресет. Мне его не дали. Вот. Даже писал, что так-то, так-то. У меня не было возможности. Не знаю, возможно, я это поздно написал. Возможно... Ну, потому что я написал... Ну, когда это все началось, понятное дело, было не до этого, когда началась война. Возможно, я написал поздно. Там, по-моему, если ты пишешь заранее, то тебе могут дать заморозить челлендж. Да, они там на паузу бывают. Ставят их. Да. Ну, и, соответственно, потом было время телеграм-канала. Когда все сидели в телеграм-канале, там было не до трейдинга. Ну, и летом, вот, по-моему, июнь... В июле, такой думаю, ну, ладно, все, надо уже серьезно сесть и пройти. Ну, и спокойно... Спокойно прошел первый... Первый этап прошел, по-моему, за 8 дней. Второй где-то у меня затянулся, потому что тоже допускал банальную ошибку. Я скажу, кстати, в этом плане мне очень помогла моя девушка. Я ей сказал, типа, блин, 5% постоянно я не могу их добить, потому что там буквально небольшие суммы остаются. Потому что объективно там в тех сделках, которых мне нужно было там закрыть 2 или 3 ар, я тянул 3,5, 4, чтобы уже закрыть этой сделкой и последний челлендж. Она мне дал очень важный совет, который мне помог сразу же его пройти. Это то, что не думай о цели, просто делай то, что тебе нужно делать. То есть это очень большое... Ой, подождите, там Брайсон отключился. И он придет. Выбило, может? А, все, вижу. Да, вот. И банально ошибка заключается в том, что просто не нужно думать о цели. Например, если тебе нужно сделать там 10%, то думаешь, что тебе нужно сделать 20%. Если тебе нужно сделать 5%, то думаешь, что тебе нужно сделать 10%. Когда ты думаешь, что это всего лишь 5%, то ты можешь, скажем так, или очень долго к этому идти, или просто не пройти. Поэтому после этого я начал всем советовать просто забейте о цели, делайте то, что вы знаете, делайте то, что вы умеете, потом открываете там в конце дня или в конце недели, смотрите, о, классно прошел или там еще не прошел. Поэтому не нужно думать, что вот сейчас одним трейдом я закрою или добью. Даже если у вас останется 100 долларов, не нужно думать то, что вот накину еще 100 долларов и типа пройдут. Я не знаю, как это работает. У меня было очень много раз, когда мне не хватало буквально там пару пипсов, вот буквально пару пипсов, и цена, скажем так, разворачивалась. Ну, к примеру, мне надо было закрыть 2%. Я поставил на 2,5. Она дошла на 2,4 и развернулась. Вот, поэтому даже если остается там немного до закрытия вашего челленджа, то вообще не парьтесь другими трейдерами. Будь то следующим, будь то через 2, через 3, через 4, но вы закроете спокойно. Вот. Возможно, я довольно-таки долго рассказываю, ну, там, если что, ближе к тебе. Да нет, в принципе, это даже, скажу, распространенная такая ошибка у многих. И это тот же пример, я думаю, ребята помнят, у нас был человек Морнинг, по-моему. У него там тоже оставалось буквально, не помню, там 6 долларов, буквально на челленджи. И он ушел в минус, и, соответственно, ударило и по психологии, и по, так сказать, всему отношению, к тому, что буквально там, вот уже видел, так сказать, сертификаты этот аккаунт. Да, да. А в итоге случилось все хуже в разы. Да. Вот. В принципе, у меня была тоже аналогичная ситуация в плане с первыми челленджами, когда это были, пропускались дни. То есть это было такое, что, типа, ну, там, на Лондоне стану, только в Нью-Йорке торгую, и все. То есть это были какие-то такие легкие ожидания того, что это будет легко, и быстро это все закроется. Ну, и, понятное дело, да. То есть ожидание-реальность. Вот. Поэтому хорошие, в принципе, слова и уточнение по поводу того, что нужно как работать, так и продолжать работать. То есть не менять не свои цели, там, не свою систему и стратегию ради того, чтобы, типа, побыстрее закрыть, хоть и остается минимальный какой-то таргет уже, а продолжать работать, как ты, в принципе, и работал до этого. Да. Это получается... Я думаю, тогда... Да, да. Перейдем к первому вопросу. Тогда... От комьюнити. Да. Можно, я думаю. Как раз. Первый вопрос от Вендетта. Это как ты долго шел к успеху, если считать стабильную торговлю в плюс, и сталкивался ли ты с проблемами вне монитора, которые влияли на торговлю, и как ты их решал? Ну, и вообще твоя адаптация ко всему этому. Возможно, первичная. Если успехом можно считать закрытие квартала и так далее, ну, потому что успех – это разное понятие для всех. Скажем так, когда стабильно получалось закрывать месяца в плюс и на протяжении длительного периода, то это еще начало получаться, когда я использовал ВСА и Яйкофа. Вот. Самый тяжелый момент, вот, чисто как все это спробую на мой позе монитором, самый тяжелый момент – это когда… Вот у меня получилось так, что когда я работал, у меня параллельно постоянно были открыты графики, и, наверное, период где-то полтора-два года я обучался, потихоньку что-то там открывал, потому что тогда у меня была работа в университет, и трейдинг я начал только углубляться в это все, поэтому это немного еще растянулось, и как минимум там было год или полтора на поиск нужной информации. Вот. И когда я начал смотреть, как у меня получается закрывать месяца плюс, мне начала нравиться прибыль. Я наперед уже начал считать, что так уйду с работы, сколько я буду зарабатывать туда-сюда. Вот. Ушел с работы в итоге. А, еще очень сильно помогла удаленная работа, потому что обычно, когда работал, получается, в офисе, у меня стоял дополнительный экран, и я так немножко, когда там начальство ходило, я немножко убирал эти экраны, но так в целом весь офис знал, что я смотрю кардиограмму, скажем так. Вот. И самый тяжелый момент был, когда я ушел с работы и начал торговать. Там какое-то время получалось, и потом резко все пошло на спад. Я на тот момент не понимал и, наверное, не умел правильно выходить из таких ситуаций. Я не понимал просто, почему алгоритм, скажем так, начиная давать сбой. Как мне кажется, это было обусловлено тем, в первую очередь, что я начал ощущать, что трейдинг – это мой основной источник дохода, и начал, скажем так, под позиции подтягивать, скажем так, весь смысл того, что мне нужно на них зарабатывать. Вот. И это сильно психологически начал давить. Потом еще, помимо торговли, там тоже были определенные тяжелые периоды, что тоже эмоционально начало сильно давить. и аккаунт начал постепенно уходить в минус. Вот. Это очень сильно начало психологически давить. Это был, пожалуй, самый тяжелый момент. Это был, по-моему, 20-й год. После лета, в сентябрь, где-то так. Вот. И как я начал выходить с этой ситуации, я понял, что мне нужно найти дополнительный доход, который будет покрывать мои базовые потребности. И, таким образом, я снижу психологическое давление на свою торговлю. Вот. А я поставил себе цель то, что этот дополнительный доход, он должен быть связан также с торговлей, также с финансовыми рынками, потому что я не хотел терять фокус и либо учить, либо работать на чем-то другом, тем самым, как я сказал, терять фокус. Вот. И, таким образом, я начал вести обзоры для какого-то телеграмма, для какого-то ютуб-канала. То есть, по моим обзорам они записывали видеоролики. И также начал вести телеграм-канал тоже по крипте. Тоже какой-то канал, там было 20 или 300 тысяч подписчиков. Вот. И отсюда был дополнительный доход, который покрывал больше, чем мне требуется. И этот момент очень сильно снизил психологическое давление на мою торговлю. Вот. Потому что в тот момент, скажем так, как не было, ну, или я не знал про проффирмы. И торговал я на собственные средства. И когда они сгорают, то это сильно психологически давит. Вот. И это решение очень сильно мне помогло. И я просто начал видеть, как все встает на свои места. Я отбил тот убыток буквально за довольно-таки короткий срок и начал сверх зарабатывать. вот. И это очень сильно снизило вот эту психологическую давку. Так что вот. Это был самый сложный период. Ну, и то, как я с него вышел. Я, наверное, советую всем, кто начинает свой путь и кто задается вопросом, стоит ли ему уходить с работы, чтобы посвятить свою жизнь трейдингу. скажу сразу, что большой, с очень большой вероятностью вы просто-напросто сломаетесь. И если, конечно, вы действительно не горите этим делом. Но если у вас не будет какого-то дополнительного дохода хотя бы или запаса денег на несколько месяцев вперед, желательно на год и больше, то это может очень сильно вас подавить. Вот. Я тут с тобой абсолютно погоджуюсь, что тиск неимоверен. Но дополнюючи запитание вендеты, как ты каже, что не торгуючи смарт-мани, то использовав иншу концепцию, у тебя уже была статистичная позитивная динамика за квартал. Ты уже мав успешность. Что мне цікаво, это чи изменился твой подход к торгам в плане к количестве открытих позиций за месяц, можно скажем, за размером стоп-лоссов и так далее. Насколько изменилась ця динамика с переходом на спортмане? Наверное, размер стоп-лоссов мне сложно сказать, потому что то был другой рынок, там другие пипсы, но это также был минутный таймфрейм. Вход был на минутном, анализ на высших таймфрейм. Наверное, все-таки стоп-лосс был плюс-минус, если преобразить это на другой рынок такой же, если считать по свечам. Значительно отличались входы, концепция довольно-таки была похожа. То есть я входил на снятие ликвидности, я входил на всплески больших объемов во время снятия той же ликвидности и также искал сильные уровни, которые тогда это мы называли сильная волна, то есть сильная волна это по сути та волна, которая либо подтверждала, либо ломала структуру. То есть структурная волна, которая сделала хорошее обновление предыдущего хая или лоя, это считалось сильной волной. Вот. И в принципе ждали слома структуры, снятия ликвидности, всплеска объема, только вот без каких-то скажем так определенных сетапов и уровни отличались. Мы по-другому отмечали уровни. Вот. А я знаю о колькости трейдов вам ну каучи за месяц или было бы. Хороший вопрос. Надо подумать и посмотреть. Но я помню то, что у меня тоже туда было правило не больше двух трейдов в день. Поэтому наверное чуть-чуть больше, нежели сейчас. Вот именно сейчас. Потому что сейчас я значительно уменьшил количество трейдов. Это точно меньше. Тогда наверное было у меня в среднем одна две позиции в день было. Но это было с большой вероятностью точно одна или две позиции. А сейчас могу пару дней сидеть без трейдов. Вот поэтому если сравнивать именно сейчас торговлю, то наверное больше два раза было. Но правило двух трейдов в день соблюдалось. Это прям мастхем было. Правильно. Что Сереж давает? Другие запытания вопрос последний от меня. На данный момент ты полностью на фулл-тайм? Да. Да. То есть у меня нету больше дополнительных скажем так работ. Так что да, на фулл-тайм. Окей. второй вопрос очень хороший это какие психологические триггеры побуждали тебя нарушать дисциплину на постоянной основе? Как ты это понял? На каком этапе? И как решалась эта данная проблема? Ведь Никита 98 вопрос нету А какие психологические триггеры? Тут наверное я думаю что сейчас формулирую Ну я думаю что в основном все что происходит у тебя в жизни оно напрямую преобразуется в график то есть если ты в жизни какие-то скажем так допускаешь мелкие ошибки в плане не придерживаешься дисциплины или своего слова точно так же все преобразуется и на график если например там ты сказал себе после шести я больше не буду кушать но ты там проходит пару дней это нарушаешь то с какой вероятностью ты не откроешься в той или иной позиции или например ты стукнул по столу сказал все я больше не курю но каждый раз срываешься поэтому по сути все что у тебя происходит в жизни какие-то вот эти маленькие мелочи которые тебе могут казаться что они не важны они просто-напросто транслируются на на график скажем так и если ты держишь дисциплину в жизни в этих мелких мелочах то соответственно ты будешь с большой вероятностью держать дисциплину и на графике вот я не говорю что нужно быть там каким-то фриком роботом очень важно так же отдыхать на выходных если ты чувствуешь полную перезагрузку там пойти с пацанами посидеть кальянной не знаю может даже напиться пойти в клуб просто отключить голову и провести хорошо время то это тоже будет хорошо потому что ты дашь выплеск этим эмоциям потому что всегда сдержанным каким-то скованным подавлять вот эти все эмоции в себе так тоже нельзя ты просто-напросто станешь каким-то импотентом как мне кажется вот может быть это какая-то тренировка там может быть это спарринг может быть это прогулка на природе для каждого разный способ высвобождать вот эту энергию которая у тебя накапливается поэтому отдых тут тоже важен важно уметь правильно отдыхать получать кайф хотя бы один день на выходных вот ну желательно там высвободить вот эту злость которая у тебя накапливается за неделю и воскресенье потратить на спорт прогулку на свежем воздухе и на вактесты конечно же вот поэтому думаю думаю ответил на вопрос я чисто еще от себя добавлю еще такую цикавую речь пометил просто скажем так навколо цієї темы круче дисциплина и так дальше что когда человек ты наводит приклад цигаретами приклад диету и так дальше очень интересный фактор того что когда человек начинает рассчитывать дни сколько она днів уже не здействовала якусь ту чи иншу дію тим більше підтверджує что это рано чи пізно станет я уже 70 днів умовно каючений кур для того чтобы на 71 зірваться такий цікавий момент я помітив что всі у меня шкідливые звички я покидался интернет після десятого и так дальше какие-то маленькие детали я их делал просто раптово забываючи я уже не замечал за собою скільки днів цього не было цього просто для меня нема таким чином я и позбивался просто цікавий аспект про оцю рахування кстати да полностью согласен тоже об этом не думал но действительно крутые слова говоришь так оно и есть давай Сережа может третье запитание у меня просто невідкритый дискорд окей тогда от Прады что на твое мнение стало ключевым фактором который помог превратиться в трейдера который трахует в минус или в ноль в профитного трейдера если брать именно ключевой фактор то это умение управлять своим депозитом в плане риск менеджмента когда я узнал что такое не больше там какого-то определенного количества трейдов в день 2-3 когда я узнал как правильно поднимать риск на своем депозите то есть как правильно его поднимать и как правильно его скажем так снижать во время того когда у тебя плохо получается торговать во время того как у тебя хорошо получается торговать ну просто банальное правило что быстро расти нельзя то есть быстро поднимать риск на сделку нельзя нужно делать все постепенно Поэтому ключевой фактор был тот, что я понял, что вот это все, чем мы занимаемся, оно должно систематизироваться в правильный расчет. То есть банально, когда у тебя, скажем так, винрейт 30 или 40%, и ты еле-еле вытягиваешь 2% на сделку, то вот это осознание просто-напросто, что если ты будешь брать 2%, а не выше при твоем винрейте, это просто не будет работать математически. Мы не говорим там про идеализацию, что вот я там, скажем так, научусь или там рано или поздно получится. Много очень замечаю ошибок, особенно у начинающих ребят, которые думают, что в какой-то определенный день все просто изменится, и они начнут лучше понимать и читать рынок. В первую очередь займитесь своим риск-менеджментом, посчитайте, возьмите по факту, ну допустим, у тебя 19% винрейт. Окей, сколько из тех трейдов, которые ты взял, там, например, дали 5%, может тебе, ну вообще хайерер надо, ты не можешь брать 2%, да? У нас же так получается, что кто-то услышал там, кто-то из более опытных трейдеров закрывает 1%, кто-то 2%, кто-то 3%. Вот он услышал то, пробует то, вот услышал то, пробует то, услышал то, пробует то. Возьми просто, займись подсчетами своей статистики, посмотри, проанализируй, поменяй, изменни, да? Посмотри, как она будет реагировать, если ты подставишь такие цифры, посмотри, как она будет реагировать, если вот такие вот, а если вот это поменяешь? В общем, надо быть, скажем так, подстраиваться под вот эту всю статистику. Вот поэтому это было ключевым моментом, когда я это осознал. Такой еще дополнительный вопрос, как раз по риск-менеджменту, и, как знаю, у тебя фиксированный риск, да, на данный момент? Да. А есть ли ситуации, если брать отдельно, допустим, там личный аккаунт, проб, есть ли ситуации, в которых ты можешь занижать, либо, допустим, наоборот, повышать риск относительно твоего стандартного? На проб-аккаунте я поставил себе небольшой риск, я его поставил до того момента, возможно, он у меня даже навсегда останется до того момента, пока у меня не будет много аккаунтов проповских. Над чем я сейчас активно работаю? Я считаю, что 1% на проповском аккаунте – это какая-то такая, ну, может, лично для меня, но подозрительная история, это немного рискованно. Все-таки, если подумать, что у тебя есть там, ну, по сути, с учетом комиссии 11 прав на ошибку, да, мы берем идеальный вариант, когда 11 трейдов в ряд ты не можешь, скажем так, сделать, потому что это объективно будет странно. Ну, а если мы возьмем, ну, скажем так, нельзя ничего утверждать на все 100%, а если можешь, а если так и будет, а если ты потеряешь это все, и тебе надо будет потратить 3 месяца, чтобы заново это все восстанавливать. Поэтому на проб я решил поставить определенный процент, при котором мне будет комфортно его поддерживать и с него получать прибыль. На личном аккаунте я там бог, скажем так, сам себе я могу делать все, что хочу, ну, понятно, в разумных каких-то моментах, но я могу как и выше 1%. Тут главное самое – соблюдать количество трейдов в день и правильное повышение рисков на сделку. То есть, например, если у меня стоит задача поднять риск на сделку на аккаунте, то я буду это делать постепенно в том случае, если у меня будет положительная динамика. То есть сначала там поднимать 1,1, 1,2, 1,3 и так постепенно. Если я буду видеть, что там или месяц у меня плохо торгуется, или я там не в настроении, не в самочувствии, то я буду постепенно 1,2, 1,1, 0,9, 0,8 снижать до момента, пока я опять не начну нормально себя чувствовать. Вот. Соответственно, это не делается каждый следующий трейд, это делается либо через неделю, либо через две, а то и через месяц. То есть, по сути, если ты будешь там один трейд делать так, другой так, другой так, то нет. Это ты смотришь на динамику, если у тебя все хорошо, ты можешь повышать, если все плохо, то понижать. Вот. Так что, так, да, ну на разных аккаунтах разные условия, по сути. Все, понял. Ну, можем дальше по вопросам. Что тогда, Олег, ты задашь дальше вопрос? Да. По порядку, да, пойдем дальше? Да. Подходящий пока. Вопрос от Лендриджа. Расставь подборку со слов в списке твоих самых важных приоритетов за весь день, неделю, месяц, то есть, относительно разных временных каких-то промежутков, то есть, тут много приоритетов, поэтому, либо можешь сам прочитать. Сон, эмоциональная стабильность, медитация, особистый фронт, спорт, финансовая стабильность, досягнение силы и подорожье, саморазвиток, еще досягнение, а ты уже тема баланса у всех цехсфер. Можешь, в принципе, соединить просто какие-то моменты, там, приоритеты как в одно, если это подходящее для тебя. Ну, во-первых, нужно, конечно, стремиться в целом к балансу во всем. Понятное дело, это будет не всегда получаться, но все должно работать как единый организм, если у тебя там болит печень, то ты не сможешь просто-напросто бегать дальше. Все должно нормально, гармонично функционировать, есть, по-моему, даже и таблица, как и что должно, в первом, так развиваться. Ну, если так взять, то самое важное, понятное дело, это сон, потом идет еда, вода, вот. Спорт, не, ну тут, по сути, все важно. Спорт, подорожье, это отдых, саморазвиток, ну, без всего этого нельзя, нельзя, скажем так. Ну, в принципе, на этом строится дисциплина и те же самые отзеркаливания результата именно на твоем торговле, твоей работе непосредственно. Да, поэтому все тут, по сути, важно. Я не могу сказать, что спорт менее важный, чем саморазвиток или, ну, конечно, там, финансовая стабильность, это, в первую очередь, оно тебе дает некое спокойствие. А так, давай дальше тогда пойдем. Тара, скажи про наибольший памятный момент в торговле, який дав тебе максимальный буст в знаниях. И еще можно добавить даже так от себя, то есть, самый худший, самый лучший день, ну, вообще в истории, там, торговли твоей. То есть, чисто был какой-то день такой, что ты, так сказать, как на гифке, то закрыл ноут, кинул его. Да, да. Вот, и лучший, когда это действительно была какая-то эйфория, там, может быть, какие-то такие чувства. Ну, лучший можно воспринимать, как лучший по опыту и лучший по твоему эмоциональному состоянию. И когда этот день по твоему эмоциональному состоянию в трейдинге, то это, объективно, может быть и самым худшим днем. Да, факт. Поэтому, ну, наверное, лучший, скажем так, по опыту и в то же время худший день, таких было довольно-таки много и несколько, это когда, в особенности в начале, мне кажется, без этого никак ты не сможешь пройти дальше, ты в любом случае должен это пережить, ты должен пережить эмоции вот этого тильта, ты должен пережить момент, когда ты либо все сливаешь, либо очень сильно опускаешься вниз, когда ты что-то теряешь. То есть ты должен это все прочувствовать и посмотреть, какой результат это все, ну, к чему это все приводит. Поэтому, ну, это очень важный опыт. И когда, в особенности начинающий трейдер через это проходит, это реально бесценный опыт. И не нужно его недооценивать и тем более себя как-то обвинять, что вот ты урод, козел, я ненавижу, типа, а еще и меня и бывшая кинула, и вообще, типа, у меня ничего не получается и так далее, и вот это все разоряется. Нет, это реально крутой опыт, просто главное, как ты к нему отнесешься. Если он загорит в тебе вот этот вот огонек и у тебя вот эта вот, скажем так, злая мотивация даст тебе буст к тому, что ты будешь больше пик-тестить, будешь больше анализировать, больше читать, развиваться и так далее, то это, блин, это реально круто и без этого, в принципе, никак. Поэтому это реально классный опыт и не нужно его бояться. Дуже классная ответственность, что я тут с тобой максимально сгоден. Я, в принципе, когда Кейстон Чарльз пришел, мне в этом плане очень инфраинпоновал, что человек там может пропасти на неделю, ну, умовно говоря, пропасти, то есть не торговать именно активно неделю через какие-то там особистые, знаешь, питания и так далее, потому что там життя воно таке, много, что нужно решить, много чем, кроме трейдера, нужно заниматься, чтобы сам трейдинг был успешный, а потом одного понедельника в 7-й ранку человек напишет «Добрый ранок», в 8-й ранку закрывает 6-й и потом дальше еще неделю занимается своими справами. Да, был такой момент. В этом плане уникальный, очень, уникальный, очень приклад, и я говорю, я так, когда поражаюсь на такие возможности. Ну, тоже не без ошибок, как говорится, но есть тоже всегда над чем работать, и в любом случае то, к чему я пришел, и в принципе еще, как я говорю, есть над чем работать, в любом случае это уже какой-то прогресс для меня и непосредственно вообще в торговле, в моей работе. Даже больше как отношение к этому. Да, сори, наступное запоздание Витфосенко, где я зачитаю на российскую, вопрос касательно сезонности, декабрь, январь, всегда такие стремные месяцы, когда много кто ловит дополнительную порцию стопов и начинает из-за этого накрывать. И есть еще какие-то неприятные сезоны, и потом вопрос касательно психологии. Давай, наверное, сначала сезонность. Давай, давай. Да, особенно часто, как любят, даже говорят не то, что стрёмные, а типа все, про секшн, типа плохой, он херовый и все остальное. То есть можно даже разобрать так, в какой-то момент некоторые, исходя из своего результата, там, да, стопов, там, порции стопов, начинают винить даже не себя, а чисто говорят, что там все, про секшн плохой. А в какой момент, ну, в принципе, разобрать, как ты видишь это. Да, кстати, по сути, мы подходим к теме стрима, что сложные периоды в торговле, да, получается. Ну, да, можно тоже туда кинуть. Да. Лично, по собственному опыту, честно, помимо как слов других людей про сезонность, я ничего такого не замечал. Объективно, бывают действительно тяжелые месяца, ну, типа, что это будет точно там декабрь, август, еще там, может быть, какие-то месяца. Ну, так точно нельзя сказать, потому что там банально, к примеру, прошлый, ну, вот этот декабрь, который был, он был очень крутой, там январь может быть очень тяжелый, и если посмотреть на 12 месяцев, то, в принципе, как такового тяжелого периода не должно быть, потому что все 12 месяцев должны просуммироваться и, скажем, разделиться, да, на 12, и чтобы все пришло к общему знаменателю. То есть, если тяжелый период, то ты делаешь то, что ты должен делать. Там, если, например, длительная череда убытков, то, соответственно, ты понижаешь риски и так далее. Но мне кажется, как таковой сезонности не существует. Есть просто фазы рынка. Возможно, люди считают плохой сезонностью, это когда цена длительный период находится в рейнже, как, например, было в августе и как вот в январе. То есть, цена находится в рейнже, соответственно, люди не умеют торговать в рейнже, соответственно, у них начинаются мысли о том, что плохой price action. По факту ты смотришь на трейды этих ребят, они там, например, у нас рейнж входят в премиум в зоне, в лонг с целью там на выход из рейнжа. Цена не выходит из рейнжа, да, они там зашли от офигенного сетапа, от лучшего FFG в их жизни и так далее, но цена просто-напросто разворачивается против них, не доходит от эйка и идет вниз. А по факту у тебя просто цена подошла к верхней границе торгового диапазона, от которой логично, мы просто должны пойти дальше вниз. Поэтому, как мне кажется, возможно, я не прав, но сезонность плохой price action, он определяется, когда у нас не трендовое движение, а когда цена находится в боковике. Для боковика у нас другие критерии того, как нужно торговать, и нужно учитывать то, что относительно какой зоны находится цена, то есть это нижняя граница, это верхняя граница боковика, это средина и так далее. И объективно, скажем так, оценивать цели для позиций. То, что касается плохого price action, именно то, что не наливает позиции, сетапы не отрабатываются и так далее, но сетапы, по сути, они и по факту и не должны прям вам отрабатываться на все 100%. Могут быть месяца, где все сетапы наливаются, все сетапы отлично отрабатываются, могут быть месяца, где сетапы либо не наливаются, либо стопятся. Для этого нужно правильно определять зону своего стоп-лосса, нужно понимать, что такое стоп-лосс. Стоп-лосс – это то, когда та идея, которой ты следуешь, полностью отменяется, и ты оказываешься неправ. Если стоп-лосс – это просто цена за сетапом, без какого-то, скажем так, логического объяснения, почему оно там должно быть, то оно, в принципе, не должно отрабатываться. Да, понятно, что статистика можно вывести, потому что в любом случае у нас сфера отличается от тех же ставок и казино, статистикам можно много чего вывести. Поэтому нужно просто делать и поднимать свое дело. И, например, в моменте, мне казалось, когда я торговал в августе, что был плохой price action в августе. Я так подумал, посмотрел, потом, по-моему, в сентябре я детально просмотрел этот месяц и просто заметил, что банально я был, возможно, недостаточно внимателен или недостаточно там плохо работал. Возможно, то пришло на период, что я был в жизни занят и так далее, но типа объективно нормальный месяц. Вот этот январь, да, вижу у многих тяжелый в том, и в том числе и у меня были тяжелые дни. Вот. В том плане, что там или не наливало, или там что-то пропускалось. Ну вот, лично у меня, например, январь начал с того, что я просто упускал все классные трейды. Вот просто там чуть-чуть долго подумал, трейд ушел. Там отвернулся, трейд ушел. Там, не знаю, еще что-то сделал, трейд ушел без меня. Я это объясняю тем, что я был там в отпуске и, возможно, немножко рассеялось внимание, плюс еще там какие-то дополнительные факторы и так далее. Ну, я отношусь к этому вполне нормально и ну, самая главная суть это то, как вы относитесь к тяжелым периодам. Ну, в принципе, как таковых тяжелых периодов, они только в вашей, по сути, голове. Ну, что такое? Тяжелый период это когда они наливают позиции, да, они вам, ну, и не должны наливаться. Мы просто как вот эти рыбки прилипалые, прилипаем к большим акулам, которые двигают рыбы. Вот, ну, объективно надо принимать это как должное этому следовать. Вот, как-то так. Окей, хороший ответ. Тогда, может быть, следующий вопрос больше ты зачитаешь, чтобы не тратить время мне? Да, давай. Вопрос, касательно психологии. Так вышло, что более-менее... Ну, в принципе, разобрал, я думаю, это как раз вопрос, ты их поеднал каким-то чином. Я не знаю, как это вышло, но ты поеднал и одно запрещение. А, да, а что там в двух словах было? Ну, есть проблема не на графике. Что дальше? А, ну ладно, хорошо. Я думаю, было бы прикольно, там, если вы будете монтировать этот видосик, то как-то выдвигать эти вопросы. Ну, было бы удобно просто. Да, я думаю, что придумаем какой-то такой, чтобы оно было сразу понятно, или кто-то мог сразу переключиться на этот момент. Да, да. Что за придумаем? Пройдя сквозь эмоциональные трамплины, неудачи уйму потраченного времени, ты достиг своего, но если бы тебе пришлось выбрать то, чему бы ты отдал предпочтение, трейдинг ради жизни, или жизнь ради трейдинга? Ну, по-любому трейдинг ради жизни. Тут я, наверное, спрошу у вас, как вы считаете, трейдинг ради жизни, или жизнь ради трейдинга? У нас в комьюнити был один, то есть есть один экземпляр, который, который, скорее всего, второй у него, жизнь ради трейдинга. Это даже, да, это, наверное, такой статус у него. Есть еще, наверное, разные понятия, типа, жизнь ради трейдинга, или жизнь ради твиттера, там, в трейдинге, или в комьюнити, показать, как ты трейдишь. У некоторых тоже есть такая жизнь. Не, тогда. Не, однозначно, что трейдинг заради жизни, то, что я думаю, что таковой профессией, как трейдинг, можно займаться там продолжительный период, но рано или поздно все-таки треба ее покинуть, потому что многое, что залежит от головы, и голова с каждым, скажем так, веком лучше працювать не стоит, то треба какие-то побечные инвестиции, я думаю, так же рассматривать. Я думаю, что тут план, в принципе, всех одинаковый, назбирать капиталы и что-то не то, что безопаснейшее, а меньше рискованное прийти. Я думаю, что тут много кто с ним погодится. Ну, это как один из примеров, переход на свинг-торговлю относительно недели, месяца и так далее. Мне кажется, жизнь ради трейдинга это относится к азартным людям, те, которые любят ставки, которые там, ну, потому что жизнь ради трейдинга. Но новости поторговать. Да, вот что-то такое. Так что, идем дальше. Что, можно, в принципе, там, где конкретно меня спрашивают, я отвечу, а вот там другие вопросы, вы можете сказать свое мнение первоочередно. Было бы интересно послушать тоже. Давай. Так, тогда я зачитываю, вот тут два еще осталось конкретно ко мне, а на те вы ответите, а я там, если что, дополню. Так, Боброу, как проходит твой день? Поделись своей торговой стратегией или советами, как создать как задал ты пришел к той, которая дает тебе лично стабильный профит? Сколько времени понадобилось, чтобы прийти туда, где ты есть сейчас? как я создавал свою торговую стратегию, но объективно, наверное, как и многие другие, очень-очень много тестил, то есть делаешь очень большую базу данных тестов и так далее. вот я в принципе довольно-таки много сделал тестов для своей торговой стратегии, например, но все равно считаю, что этого еще недостаточно и буду делать еще и еще больше, потому что очень много всего хочется проверить и в целом мне кажется это профессия для тех людей, которые объективно любят что-то тестировать, смотреть, как это получается, менять, работать со статистикой и так далее. Часто бывает ошибка в том, что люди думают, что трейдинг заключается только в самой торговле, но также упускают очень важные моменты, что трейдинг это не только сама непосредственная торговля, трейдинг это работа с большим объемом данных, это работа в первую очередь над собой и так далее, поэтому там помимо самой непосредственной торговли довольно-таки много работать и я про это уже когда-то говорил, что те люди, которые думают, что они там только торгуют, немножко сделали там какой-то статистики и так далее и этого будет достаточно, то подумайте сколько миллионов людей думаю точно так же и ответьте себе на вопрос а достаточно ли вы делаете того, чтобы там например считаться трейдером и достаточно вы делаете того, чтобы быть банально лучше там других в этой сфере поэтому надо очень много тестить и там чтобы перейти к стратегии она все равно будет потом как-то оптимизироваться дополняться и так далее у меня нету такого что я пришел к одной стратегии она все равно будет меняться по ходу событий по ходу рынков и так далее это как путь самурая у которого нету цели это будет всегда вот поэтому касательно торговой стратегии так чем больше вы делаете тем лучше получается я думаю у каждого из вас была такая мысль или такая ситуация вот посмотрите буквально на себя полгода назад год назад если вы думаете боже какой долбоеб я был в тот момент как так можно анализировать и так далее то вы делаете достаточно и вы на правильном пути вот поэтому желательно чтобы там через год например мы послушали себя на этом стриме и подумали боже кто так думает вот если так будет то значит мы идем в правильном направлении и развиваем вот сколько времени понадобилось чтобы прийти туда где ты есть сейчас но но по сути с 2018 ну наверное четыре с половиной года но все равно вот этот опыт даже негативный опыт это тоже весьма полезный опыт поэтому ну понятное дело там разные периоды заняли разное время но это все равно довольно таки длительный путь ну скажу заняло довольно таки много времени были довольно таки сложные периоды но переживший их точно ответил себе на вопрос то что это то чем я действительно хочу заниматься потому что тогда было довольно таки мало информации и все равно глаза очень сильно горели к тому чтобы изучать что-то новое и развиваться так крр пару раз либо два-три р на чаще два-три р на чаще и даже тогда когда я торговал в СА тоже там был фиксированный р я тогда брал стабильно 3 в некоторых случаях 4-5 в зависимости от ситуации есть ли какие-то цели к которым ты бы хотел перейти в этом году касательно трейдинга взять как можно больше проповых аккаунтов есть конечно еще множество дополнительных личных целей ну а как и у всех остальных я думаю это чем больше аккаунтов тем лучше и чем больше аллокации тем лучше отличительный трейдинг для тебя отдушина либо работа 100% работа серьезная работа бизнес это не отдушина и это очень грубая ошибка считать что трейдинг это хобби это отдушина потому что если люди так считают то они не серьезно к этому относятся вот трейдинг хобби отдушина это это забудьте просто эти слова это работа это серьезная работа и нужно относиться к ней серьезно да я так дополню для хобби ты не поставишь какие-то там определенные рамки и правила которых ты должен придерживаться 100% а если это уже идет работа да бизнес то понятно к этому нужен серьезный подход и твои действия относительно этого хобби это так чисто по приколу хочется не хочется так хорошо тогда давайте когда на пенсию когда тяжело будет передвигаться я там вроде заметил что ты пропустил первый вопрос как проходит твой день да 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 ну раз утро банально как и у всех но я встаю в 8 вставать в 5-6 рано мне тяжело я объективно как дед вырубаюсь в обед если так встаю вот ну стою в 8 бывает и 8-30 если поздно я лягу вот к Франкфурту сажусь там желательно за 15 минут точно сесть ну желательно 15-20 а то и 30 вот сесть начать анализировать потом я пишу план что я собираюсь торговать и так далее скидываю его торгую по этому плану в Лондоне затем ее пересматриваю дополняю также скидываю и затем записываю все трейды в статистику я могу это делать в этот же день могу делать это там в пятницу или на выходных в зависимости от того занят я или нет ну желательно за неделю записать точно все трейды в статистику прописать им эмоциональную часть и так далее ну ввести дневник вот скажем так потом либо пойду в зал если не иду в зал то занимаюсь дейли рекапом если иду в зал то после зала вот записываю это тоже очень важная часть записываю все возможные трейды которые были за день записываю их вот и 10 вечера иду бегать вот и все по новой повторяем в принципе как-то так проходит день если откинуть все там какие-то мелкие дела да могу там почитать могу там еще дома что-то позаниматься могу с кошкой попиздиться вот это и такое убрать вот так что так а есть какой-то момент в плане какого-то времени настройки там перед работой то есть не знаю там убрать рабочее место либо там визуализировать какой-то свой день ну в таком плане в принципе всегда стараюсь рабочее место лежать в порядке убирать особо не надо вот я думаю что я постепенно к этому прийду вот я пробовал там с девушкой мы делали йогу с утра кстати прикольное такое занятие она сейчас за границей учится вот и мы созванивались с ней делали йогу так скажу раздупляет ну йога это как типа зарядка это не как медитация более такая активная и там какие-то даже упражнения там понятное дело есть разные уровни может быть и сложно делать вот какая-то наверное разминка заминка и так далее это прикольно да лучше раздупляет но пока что к сожалению часто бывает такое что просыпаюсь там кофеек или позавтракаю и сажусь вот а лучше да все-таки делать какой-то ритуальчик там как-то не знаю может с утра побегать или разогнуться и так далее пока что этого нету но я уверен что по-любому стабильно добавлю это в свой режим так а что все-таки больше сбудряет спарринг с кишкой кава чи йога можно делать все вместе пока ты делаешь йогу она сама на тебя нападает силы на киллзон не лишатся с такими ну наверное все-таки прикольно сделать какую-то зминку минимальную тренировку кстати прикольно еще для тех кто там живет возле леса пройти на прогулку это вообще прям кайф вот нас киллер в этом плане очень активный хотелось бы от него почути от него постоянно перед киллзонами между киллзонами фото с леса да мне повезло в том плане что у меня лес рядом я хожу с недавнего времени начал до киллзоны ходить лес а когда не хожу до киллзоны но это редко но вне киллзоны хожу это бомба перепевает так дополнил я сам раньше жил возле леса но сейчас он перекрыт тоже ходил с собаками вообще просто голова очень сильно очищается и пожив дальше говорится свежий воздух помогает для всего особенно в лесу вот именно свежий воздух в лесу очень сильно отличается от того что ты там пойдешь даже в парке ну вот лес ну вот лес это прям ну да это вау как классно там ты как-то кстати еще такой момент когда вам очень эмоционально плохо там в целом очень плохо вы себя чувствуете и вообще там как-то не знаю упали духом и так далее мне лично мне лично очень помогало когда я хотел в лес с собаками голос разговаривать сам собой так ты получается свои мысли которые у тебя крутятся в голове ты как-то наружу выкидываешь и те проблемы которые у тебя есть они как-то уже не такие уж и серьезные не такие уж тяжелые то есть все в целом тебе это начинает казаться решаемым и вот это реально какое-то такое упражнение которое очень сильно мне помогало множество раз понятное дело когда ты там по городу будешь идти и разговаривать сам собой это потому что всякая это шизофрения а вот в лесу то что это делать ты про этот голос да оно действительно таким чином працует что оно на природе как-то вильнейшее без обмежений ты себе не фильтруешь и даешь волю думкам скажем так я даже скажу что для меня это настолько важливый аспект именно это прогулка в моем случае между киллзонами то что у меня по суті киллзона в 7-й ранку стартует то мне до киллзони в принципе не очень комфортно прогуливаться но вот у меня оно настолько важливым стало аспектом что буквально с этого года я ввел в собі правила буквально в торговую стратегию прописал что у меня час между киллзонами между Лондоном и Нью-Йорком проводится как раз на улице тоже у меня у меня есть под боком ліс так что есть возможность выпустить думкам дать волю это круто у нас тоже один парень ходит в залчик между киллзонами спускает там свой звезд наверное ну а то что в 7 утра у тебя киллзоны начинается я тебе искренне не завидую ты знаешь мне на паке в кайф того что умовно скажу в идеальном варианте ты не стоп а тейк профит отримаешь в Лондоне в тебе по суті з 12-го година дня уже выполненный daily review уже выполненный daily таргет и по суті з опівдня ты уже маешь час до вечера судим на себе в випадку професійного трейдинга ты все идеально фінансовое питание в тебе закрито и ты робишь что хочешь ну да в принципе если привыкнуть то вообще круто так ну что давайте тогда зачитайте кто там следующие вопросы тут дуже таке якраз складне питання від Андрюши як выбратися з петли не могу постоянно задерживаться дисциплин из-за чего не вижу результата в погоне за каким нарушаю правила как научиться ждать хорошего хода а не заходить позицию раньше времени и важна ли адаптация в обществе или в неком окружении для торговли думаю что мы еще на этом запылились так что давайте вы тогда ответите я дополню давай я начну а потом ребята может еще что-то дополняет тоже да так чисто как я думаю то есть скажу там по первому вопросу из замкнутого круга то есть в любом случае как минимум нужно попробовать сосредоточиться на какой-то вероятно общей картинке то есть поставить перед собой четкие цели установить правила относительно этих целей видения картинки этой всей и придерживаться этого всего даже если будет трудно либо даже чересчур трудно по поводу входов то есть тут единственное что это набраться терпения то есть терпение тем более в нашей работе это одно из главных аспектов как по мне то есть не нужно гнаться за рынком не нужно там залетать в последнее движение как говорится последний какой-то там вагон вот то есть заставлять входить себя в позицию только потому что это там делают все то есть ты пропустил что-то все остальные взяли ты такой думаешь вот я еще попробую там забрать что-то какую-то позицию а это уже будет не по твоим правилам не по твоей системе вот и по что там еще было по адаптации сообществ а как по мне это для некоторых может быть полезным но вероятно всего важно найти лучше то что работает именно для вас так сказать то есть придерживаться какого-то индивидуальности своего стиля то есть это может быть и в той же стратегии и в системе и в вне так сказать самой работы то есть на самих внешних факторах вот в принципе такие мысли то что то что от себя могу добавить это мне понравилось очень как сказал Бобру то что если ты у тебя есть какие-то вредные привычки в жизни помимо трейдинга допустим курение либо же что-то еще и ты не можешь контролировать себя в обычной жизни то какая вероятность то что ты будешь контролировать себя в трейдинге то есть как он сказал да это дисциплина жизни равно дисциплинина в трейдинге поэтому я думаю что основной вопрос состоит в том что как быть более дисциплинированным и не нарушать правила так что я думаю именно ключ в этом лично я на опыте могу сказать а насчет безэмоционального то я думаю это вряд ли ненормально пытаться убрать какие-то эмоции потому что это человеческий фактор ты никак их не уберешь нужно просто их как говорил кто-то ставить контролировать контролировать и когда они у тебя выходят под контролем просто допустим завершать торговлю то есть иметь четкие правила чем больше правил тем лучше максимально систематизировать свою торговлю торговую систему в текстовом формате допустим в ноушене либо же в каких-то заметках кто по-разному как ведет и в синхронизации с дисциплиной именно жизни и алгоритмизации своей системы то я думаю это и дает результат результат уже торговли сама потому что не получится так что в реальной жизни ты будешь делать что хочешь не придерживаться правил а торговли ты будешь придерживаться то есть так 100% думаю не получится я тут абсолютно сгоден с киллером потому что тут навіть было запитание от Андрюхи сейчас его найду правда ли что должен произойти переломный момент быть крупной по теле и так сказать что-то даст тебе по лицу в принципе да но тут вопрос в том Андрей насколько крупным ты готов принять для меня каким образом я будил дисциплину начало все с банального фундамента то насколько продуктивно ты впродовж дієшь залежит от того насколько ты этот день я могу это использовать как пораду если вы хотите начать с дисциплины попробуйте просто организовать свой день наскільки ваш день организованный с часу когда вы просинаете с часом когда вы засинаете какие вы речи делаете и так далее для меня особисто на этом этапе не стоит питание в дисциплине в трейдинге а стоит питание в дисциплине в принципе для меня крупная потеря как ты скажешь это не дотриматься какогось заплановано діє продвижения если я просплю на годину это будет для меня очень серьезное вопрос и я могу даже потратить целый день на то чтобы разобраться это вопрос не торговывая не работая какие-то другие речи потому что в принципе я уже какую-то часть своей дисциплины сразу возму на ноль и для меня это достаточно важное вопрос то тут как раз будет вопрос в том какая в тебе есть мировая чем больше мировая ты для себя ставишь тем больше дисциплинован в принципе и стоишь да сто процентов кстати вот еще скажу касательно сдерживания эмоций то что тоже в начале говорил про это пять дней в неделю у тебя должно быть сдерживание эмоций а потом главное эти сдерживания эмоции направлять куда-то то есть выплескивать их потому что все равно вот этот взрыв при накоплении эмоций рано или поздно произойдет ты должен эти эмоции куда-то освобождать потому что если ты их не освободишь то с большой вероятностью они взорвутся во время той самой торговли с концептом сгоден а не сгоден с алкоголем просто так добавлю то я в общем типа каждый высвобождает по разному я так что да я жартую каждому подошло да ну не обязательно еще я думаю на выходных типа есть много тоже кого знаю кто в некой зоне ходит в зал либо же там не знаю на бок тем самым так же высвобождает эмоции а спарринг очень хорошо чистить голову во всех смыслах там было еще одно запитание до тебя от Каспера как на твоем пути трейдинг повлиял переход соло торговли на торги в комьюнити в дискорде с другими трейдерами и дало ли это буст развитие и как находишь баланс между общением чат и восприятием торговых идей других трейдеров и своих спасибо ну в целом комьюнити в дискорде это такой некий способ преобразить мою мою соло торговлю в некие рамки будто бы я несу ответственность за за кого-то ну не за кого-то а за себя перед кем-то вот так то есть мы получается работаем сами на себя но за счет того что у нас есть комьюнити некоторые обязанности там банально даже просто скинуть какой-то обзор рынка рекап и так далее статистику и тому подобное это дает тебе некие обязанности и желание это постоянно системно делать вот например лично мне было бы ну я это делал скажем так и без комьюнити и с комьюнити все равно с комьюнити это намного легче и в первую очередь самое главное приятнее делать одно дело когда ты там сам какую-то статистику сделал сам что-то пробег тестил и сам сделал выводы а другое дело когда ты вот это все сделал поделился с кем-то получил возможно обратную связь вот это конечно же намного интереснее и в плане дисциплины и самоорганизованности дает тебе некий профит в этом всем поэтому это реально прикольная вещь и как находишь баланс между общением в чате восприятием торговых идей других трейдеров и своих ну на торговые идеи других трейдеров в принципе на меня это не влияет потому что в целом у меня есть та картинка которую я жду и она может не совпадать там с видением другого трейдера и это вполне нормально потому что там плюс-минус каждый будет торговать разную систему вот баланс в чате ну не знаю у меня чат постоянно открыт он меня не сбивает наоборот там может кто-то что-то написать подсказать и так далее то чтобы там кто-то своей идеей меня полностью направил на 180 градусов такого нет наоборот типа какой-то профит кто-то там сказал что вот посмотри на ту ситуацию ты посмотрел на эту ситуацию там да она тебе подходит о классно типа спасибо что сказал нет давайте он не подходит там возможно ты кому-то что-то сказал поэтому я думаю зависит от опытности если ты новичок то я думаю тебя будет сбивать а если ты уже долго в этой игре то уже ты не обращаешь внимания на другие идеи а чисто по своему плану работаешь так 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 что последний вопрос получается на них там в принципе можно там осталось два вопроса от одного участника и как раз если хочешь можем сделать это в виде такого там минут 10 может 15 плюс-минус чтобы ты рассказал как ты смотришь вообще на график то есть там был вопрос как раз что где когда ты хочешь видеть то есть можешь кратце рассказать там о идеальном контексте о там тоже кратце о моделях хода этапах ну и в принципе когда будет все пройдено там если будут какие-то еще небольшие вопросы у нас зададим и можем заканчивать так в принципе в двух словах рассказать о том что я хочу видеть на графике и в чем заключается суть моей торговой стратегии правильно да если у тебя будет получаться может даже на графике если это все ну типа демонстрацией так ну давай попробуем сейчас я подключу да все видно нормально вроде так так в чем заключается суть лично моей торговой стратегии первое это то что меня интересует пояс на день то есть у нас здесь получается bias это когда я должен определить движение с точки а в точку б и есть несколько факторов которые мне позволяют скажем так это определить вот и у нас получается два разных движения это кстати был на этом стриме я рассказывал в принципе да я это никак не могу досмотреть понял вот и у нас есть соответственно движение continuation когда идет продолжение некой структуры и второе движение это у нас разворот reversal давайте вот так ставим стрелочками вот в чем заключается суть continuation это как мы сказали движение по структуре я использую для этого таймфрейм выше 4 часов h4 plus вот сюда входит либо подтверждение либо слом структуры msb и тест poi poi это может быть либо заполнение пг либо ордер блок тест ордер блок конечно там может быть и другие пои рс и так далее проектер зоны ставлю банальную которая чаще всего отрабатывается вот заполнение фг не обязательно на 50% бывает случаи когда у нас здесь фг цена делает рейд частично тут заполняет 0.5 еще здесь и уходит выше то есть такие ситуации тоже меня удовлетворяют вот дальше реверсу условия для реверсу это также таймфрейм h4 плюс это рейд либо потенциальный рейд желательно не всегда так бывает но если это рейд находится в poi то это будет только плюсом пои также это может быть фг либо другая любая пои в зависимости от ширины которая мне необходима вот здесь на этом этапе я беру от четырех часов выбираю таймфрейм который более скажем так будет актуальным для меня соответственно отдаю предпочтение большему таймфрейму начинаю с d1 h12 h4 и определяю вот эти вот факторы определяю либо в этот день мы будем продолжать трендовые движения либо мы будем разворачиваться а здесь также главное правильно определять цель после рейда у меня первое ожидание это заполнение фг если же оно есть так поставим таргет фг желательно 0.5 то есть минимальные требования после рейда это заполнение фг на том же таймфрейме либо выше либо ниже в соответствии ну то есть 4 часа это минимальный 4 часа 12 и д1 думаю суть понятно вот и либо это если это какой-то чистый нетестированный уровень либо фрактальный хай или лой если у меня нету фг фрактал хай лой то есть соответственно если у меня есть фг то первое ожидание моё это заполнить 0.5 фг дальше я ничего больше не жду от этого движения то есть например у нас есть ну там допустим вот так рейд вот этот рейд вот здесь у нас основной фрактал после этого рейда меня интересует именно заполнение данного фрага вот то есть я не буду ждать свит лой свит хай потому что минимальное требование у данного движения выполнено а дальше уже будет либо разуру либо мы пойдем дальше вверх меня интересует именно забрать вот это вот движение которое максимально для меня понятно вот дальше также основная основной момент моей торговой стратегии это confirm это идет h1 confirm думаю вы могли видеть у меня в бортестах я это использую h1 confirm это может быть когда h1 у меня уже находится в синхроне со старшей идеей сейчас объясню sync with ktf то есть к примеру я определяю что у меня движение с точки а в точку б вот тут msb h4 то есть у меня логическое ожидание что мы должны перейти к этому таргету и в данном движении у меня h1 также лонговая то есть у меня здесь не было никакого слома структуры h1 тогда у меня h1 находится в синхроне с h4 либо выше таймфреймом и соответственно тест вот этой кой я могу подбирать спокойно вот следующий момент это когда у меня h1 не в синхроне с старшим таймфреймом тут я буду ждать msb h1 соответственно и тест кой h1 то есть тут также fg а ну тут может быть fg order block и breaker зона часто я отмечаю breaker зону чтобы просто захватить и fg и order block то есть ну по ширине просто подходит вот это та ситуация когда у меня есть основной мой htf bias здесь и я вижу то что у меня h1 начинает двигаться по нисходящей структуре здесь мне интересно то есть по какому из сценариев мы пойдем то есть мы можем просто продолжить свое падение по нисходящему движению либо же у нас это движение отработается по этой причине я жду синхронизацию вот этого движения то есть h1 с h4 плюс таймфрейм то есть дожидаюсь слома и вот этот вот вот эту зону мне интересно подбирать вот то есть у меня h1 находится в синхроне и сейчас заходим к третьему типу подтверждения это h1 рейд либо же потенциальный рейд вот то есть у меня может быть 3 по сути аж 1 подтверждение когда цена уже по факту находится синхроне когда у меня аж 1 разворачивается и когда у меня аж 1 делает все то же самое как и здесь соответственно я могу например здесь получить рейд х1 и это будет у меня подтверждение дальше вот это основное подтверждение это является триггером для поиска позиции дальше мне нужно определить куда мне поставить свой стоп-лосс это помогает определить сам сетап и стопы которые я рассматриваю это h1 m5 h1 m1 когда у меня рейд или потенциальный h1 рейд это m5 m5 и m5 m1 я немного по-другому использую m5 и m5 m5 и m5 m1 я их использую в качестве манипуляции то есть я смотрю где накапливаются стопы будь то икнул лоус или какие-то весомые для меня фрактальные хаи или лои вот и таким образом определяю стоп думаю чтобы более понятно было какие стопы меня интересуют это это можно смотреть бэктесты чтобы на это много времени сейчас не кратить вот в принципе вот так выглядит моя торговая стратегия есть в двух словах там конечно же добавляются еще некоторые правила как я торгую на новостях как я там переношу не переношу без убытки и так далее но основная суть моего торгового алгоритма заключается в данной цепочке вот так что так в принципе ответил или нет да есть какие-то вопросы у ребят тоже я сейчас пересмотрю еще вопрос который был да там по технической частине я думаю что все бэк классно пояснил доступно я думаю что будет понятно там было первое вопрос пропущено уже не по графиках стоит ли прохождение курса ментора СНГ тратить уйму времени просмотра видео ИСИТ или успешной торговли обычно достаточно той информации что дают в курсах так это кто будет отвечать это конкретно до тебя я думаю было в этот раз запитание как в тебе это будывалось и как ты считаешь менторство ИСИТ видео формат как раз навчание каким он должен быть если сделать пример с любой другой профессией например возьмем программиста то я не знаю ни одного хорошего программиста который выучил один язык и больше ничего не изучает и больше не смотрит как развиваются технологии и так далее поэтому у меня такая же позиция касательно трейдинга что в свободное время а то и не свободное всегда нужно что-то дополнительное изучать по сути конечно же нужно определить основные критерии по которым вы собираетесь торговать но чтобы их определить чтобы их сформировать чтобы их дополнить все равно нужно изучать какую-то информацию поэтому нужно постоянно оставаться учеником каким бы классным трейдером ты ни был поэтому конечно стоит смотреть стоит все поглощать тем более сейчас столько информации доступная а сейчас мы столкнулись с тем что наоборот переизбыток информации и если раньше не хватало информации то сейчас переизбыток вот этого всего говна и нужно правильно стартировать скажем так хорошую информацию от нехорошей информации поэтому да есть некие трудности с этим но если информация хорошая то ее нужно всегда изучать и уметь различать если вы не можете это делать сами то советуйтесь с людьми которые больше времени вас в этой сфере и задавайте вопросы своим менторам какая информация актуальна и что стоит учить а что не стоит и они очень много времени вам сэкономят то главное попасть в правильные руки но не у меня как раз менторство там еще был вопрос такой больше технический если у тебя открыт дискорд нет у меня да открыт там буквально в канале сразу же предпоследний вопрос по поводу структуры а как ты типа смотришь берешь ли ты какие-то ключевые там фракталы ну я так понял shift структуры и в принципе в этом ключе так сейчас прочитаю парни посмотрел видео инженеров по структуре и у меня знатно бачок я так понял что они берут за ключевые хайлоу ближайший фрактал который перебивал предыдущую структурную точку закрепом может быть будет время затронуть вопрос структуры в сегодняшнем видео если нет может быть завтра кто-то сможет помочь мне раздоплиться к этому вопросу заранее может вкратце просто как ты смотришь какие точки а можливо если снова поделишься экраном и просто на экране покажешь я думаю что это в принципе более глобальный такой вопрос и это можно даже на целый отдельный стрим делать потому что структуру можно тремя или четырьма способами если не больше отмечать кто-то отмечает по фракталу кто-то отмечает по волнам кто-то отмечает по коррекции дискаунт премиум зоны кто-то отмечает по одинаковому масштабу то есть так быстро в принципе я бы не ответил на этот вопрос но лично я наверное как и все тут можешь чисто как свое то что ты используешь да я использую фракталы фракталы то есть три свечи делают фракталы как как у инженеров вот поэтому таким образом отмечаю структуру да это этот способ отмечания структуры будет эффективно работать в том случае если вы смотрите на структуру на хтф ну например на h12 d1 недельную четырех часовую часовую вот тогда это будет эффективно если вы смотрите только на часовую или только на четырех часовую то мне кажется это будет неэффективно вот но трушную настоящую структуру все равно я считаю когда у нас масштаб каждой волны плюс-минус одинаковый вот это ну это можно назвать трендом когда у нас трендовое движение потому что вы часто я думаю замечали когда у нас идет широкий масштаб структуры и затем он знатно уменьшается и когда вот этот вот момент когда у нас структура уменьшается у нас якобы начинается слом структуры то цена просто в более масштабной структуре откатывается до дискаунт зоны до 0.5 или до уровня фибоначчи и дальше продолжает свое движение вот поэтому ну в принципе на эту тему можно много говорить ну да это отдельно такая техническая больше поэтому если кратко то фракталы используют да он там еще говорил я не совсем понял вопрос но он говорил за ключевой хайлоу типа есть у них кмсб там и так далее то я если как я использую ключевой хайлоу мсб так это когда у нас есть рейд какой-то важной ликвидности там превьюс дали хай либо же превьюс витали хай и рейд там аж 4 аж 12 то есть на старшем деймфрейме то цена там после этого может немного не знаю поранжеваться или так далее как недавно было после дневного медвежьего рейда и просто я отмечаю самый первый свинг хай или лоу который был перед этим рейдом и он и выступает типа ключевым то есть если мы делаем рейд его а не ломаем структуру то это признаки то что мы продолжим движение вверх и нужно работать по структуре если же мы уже как закрепляемся свечой то уже как рассматривать как да ну как мсб синхронизировать структурой то есть server flow локальным потому что в любом случае большинство почти все кто торгует и в нашем дискорде и думаю в том используют сетапы m5m1 m5m5 там кто-то чуть по-разному там закреплением тенью либо же телом но в общем суть одна я думаю мало кто ловит реверс вот прям такие большого order flow сетапом таким мелким м1m1 ну да либо м5m1 ну m1m1 я лично не торгул не знаю а так в общем как-то так а в общем а там где черным то не совсем понимал я думаю это уже будет проще разобраться у вас там внутри ну да непосредственно уже это же все-таки подкаст это про попиздеть а не про ральмин кстати какой тебе вопрос больше всего зашел от кого от кого это надо подумать я думаю может стоит не мне ответить а после того как вы посмотрите ну когда смонтируете вот это все чтобы участники вашего дискорда определили какой вопрос дал им максимальное количество инсайтов скажем так какой был самым полезным вот я думаю что они и так обговорят то что там после подкаста я думаю будет такая нормальная активность все-таки хочется чтобы ты субъективно оценив яке запитание тебе найскладнейшее было а я заставил подумать из тех всех и у нас просто будет невеликий приз для найцікавейшего запитания то попросим тебя как першого гостя выбирать хорошо брюнет-очки one love ну в принципе аналогично я думаю это большинство не знаю как-то возможно мнение так сложилось но FX у тебя азиатки туда азиат 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 брюнет азиат брюнет возьмем микс так сейчас я напомню себе так вандето спросил как долго ты шел до успеха или проблемы позамонит влиянием на торговлю каким чином их решу так как выбраться из петли наверное объективно такой самый как по мне искренний и такой изместованный вопрос был от Андрюшака как выбраться из петли не могу постоянно задерживаться дисциплиной и так далее тут именно как мне кажется человек спросил о действительных проблемах о наболевшем о проблемах которые он не мог решить возможно в какой-то длительный период поэтому поэтому наверное больше всего мне понравился этот вопрос мы также его все четвером разжевали поэтому наверное мой он и по теме был как раз тоже максимально я тоже согласен так как я думаю дисциплина это одна из самых главных преград которую которая мешает достигать успешной торговли да 100% ну тогда поэтому у нас Андрюша будет победитель его поздравим и там будет небольшой приз здесь реакция победитель ну что поговорить трейдеры любят я думаю мы тут уже нормально часу на трендили то я думаю закрывать базар и вертаться назад за работу было очень интересно приятно спасибо Владу за участь я по Инферу Киллеру было цикало послухать и всем успешных торгов на наступный каждый спасибо большое что позвали было интересно пообщаться было очень много интересных инсайтов и моментов которые мы обсудили поэтому еще раз спасибо что позвали я провел время с пользой скайпом я думаю и все кто будет пересматривать тоже чтобы подчеркнуть все разные ценные знания обсуждения все что были здесь сегодня поэтому всего только лучшего взаимно спасибо всем спасибо всем тоже всем